Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск! И сегодня вас ждет Билл Гейтс с интересным заявлением о клонировании Илона Маска. NASA показала видео высадки Perseverance. Siemens запустит массовое производство водородных машин. Опубликован видеоконцепт очков дополнительной реальности Samsung. А также анонсирован складной смартфон Huawei Mate X2 с похожей конструкцией, как у Galaxy Fold. На эти темы мы побеседуем сегодня в нашем выпуске. Обязательно подписывайтесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Основателя Tesla и SpaceX остается только клонировать. Билл Гейтс заявил, что нам нужно больше Илонов Масков. По словам основателя и бывшего генерального директора Microsoft Билла Гейтса, чтобы избежать климатической катастрофы и справиться с глобальным потеплением, нам необходимы Илоны Маски в каждой отрасли. Нам нужно больше Илонов Масков. Нам нужен Маск в цементной, в столетейной промышленностях и во всех остальных категориях. Он высоко ценит Илона Маска за создание электромобилей Tesla и многоразовых ракет. В интервью ему также задали прямой вопрос о том, продавал ли он акции Tesla. На что Гейтс ответил, что не обсуждает свои методы инвестирования. Я считаю, что сделанное Илоном Tesla просто фантастика. Это, наверное, самый крупный вклад в то, чтобы показать нам, что электромобили являются частью того, как мы решаем проблему изменения климата. Я думаю, он должен гордиться тем, что он уже сделал. По данным New Scientist, тяжелая промышленность, включая столетейную и цементную, производит больше выбросов углекислого газа, чем все Соединенные Штаты. Разработка новых технологий может значительно сократить выбросы углерода в этих секторах. НАСА провела пресс-конференцию, в рамках которой поделилась первыми видео и новыми снимками с Марса, сделанными прибывшим на красную планету ровером Perseverance. Об успешной посадке которого я уже рассказывал в предыдущем выпуске, собственно, посмотреть который вы можете по подсказкам вверху, либо по ссылке в описании. Пока вы наблюдаете первые видеокадры с Марса, я напомню, что американская автоматическая межпланетная станция Марс-2020 с ровером Perseverance и первым в своем роде беспилотным вертолетом Injunity была запущена при помощи ракеты-носителя Atlas V541 30 июля 2020 года с пусковой площадки CLC-41 мыса Каневерал. 18 февраля аппараты миссии успешно завершили 7-месячный перелет и благополучно высадились в кратере Езеро на Красной планете. Вся посадочная операция, которая проходила в полностью автоматическом режиме, заняла 7 минут. Немецкий энергогигант Siemens заключил меморандум о взаимопонимании с британским стартапом River Simple, в рамках которого автопроизводитель получит необходимые ресурсы для массового производства нескольких моделей автомобилей на водородных топливных элементах. River Simple начнет с двухместного купе Rasa, производство модели стартует в 2023 году, а затем в 2026 году перейдет к водородному фургону. Цель компании на долгосрочную перспективу предоставить клиентам в лизинг 180 тысяч водородных автомобилей к 1932 году. River Simple была основана в 2007 году и разработала свой первый водородный автомобиль более 10 лет назад. Однако компании не удавалось выйти на массовый рынок из-за ограниченного производства. Максимальный объем поставок ограничивался пятью тысячами моделями Rasa в год. Подразделение Siemens UK обещает решить эту проблему, профинансировав строительство двух новых предприятий на территории Великобритании, каждая из которых будет производить по пять тысяч автомобилей в год. То есть текущие производственные мощности будут утроены. Таким образом, River Simple получит стартовый капитал, увеличит скорость изготовления автомобилей в три раза и создаст 220 новых рабочих мест. Позднее Siemens поможет River Simple сформировать надежные цепочки поставок водорода и постепенно еще настроить производственные линии. Британский стартап будет как расширять существующие предприятия, так и строить новые. Также компания планирует разработать еще один легковой автомобиль и небольшой минивэн. Обе модели будут поставляться с водородным двигателем и построены на той же платформе, что и Rasa. В сети появилось видео, в котором некто изобразил, как могут выглядеть грядущие AR-очки от Samsung. Помимо внешнего вида устройства, концепт-дизайнер показал и функциональные возможности новинки. Lite-версия очень сильно напоминает по своей философии представленные годами ранее Google Glass. Устройство также проецирует перед глазами информацию, при этом оно имеет и режим солнечных очков, способный элементарно защитить глаза. AR-версия устройства больше походит на Microsoft HoloLens. Устройство способно не просто проецировать изображение перед глазами, но и полноценно вовлекать пользователя за счет накладывания дополнительной реальности на настоящую. К сожалению, сама Samsung так и не сделала никаких анонсов относительно подобных девайсов. Но учитывая, что Apple пророчат скорый выпуск своих Apple Glasses, велик шанс, что корейский техногигант готовит уже нечто подобное для нас. Компания Huawei подготовила к выпуску новый складной смартфон Mate X2. Это первое обновление с 2019 года, когда была выпущена модель Mate X. Смартфон получил переработанный дизайн и более крупный дисплей, который раскрывается изнутри устройства, а не снаружи, как в модели первого поколения. Для использования смартфона в сложенном состоянии предназначен дополнительный дисплей на внешней стороне. Следует отметить, что ранее Huawei критиковала такой дизайн, который использовали Samsung в Galaxy Fold. Внутренний дисплей Huawei Mate X2 имеет диагональ 8 дюймов и разрешение 2480 на 2200. Сердцем смартфона служит собственный флагманский процессор Kirin 9000, который дебютировал в прошлом году в составе устройств Mate 40 Pro. Чипсет дополнен оперативной памятью объемом 8 ГБ и встроенной флэш-памятью емкостью 256 или 512 ГБ. Устройство также несет на борту батарею емкостью 4400 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт. На задней панели смартфона расположена камера на базе четырех модулей. Главный широкоугольный модуль выполнен на базе 50-мегапиксельного сенсора. Также аппарат комплектуется 16-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 12-мегапиксельным телефотомодулем с трехкратным оптическим увеличением и дополнительным модулем SuperZoom с 8-мегапиксельным сенсором, а также 10-кратным оптическим увеличением. Фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10. Поддержка сервисов и приложений Google не предусмотрена, и это может ограничить его популярность за пределами Китая. Во время презентации представители компании рассказали, что в дальнейшем для этой модели планируется выпустить обновление до собственной операционной системы Harmony OS. Соответствующее обновление ожидается в апреле. Сам смартфон Huawei Mate X2 можно будет купить в Китае с 25 февраля. На этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на этот канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обязательно напишите комментарий внизу под этим выпуском. Все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Еще раз благодарю вас за просмотр. Отличного вам настроения. До скорых встреч!